Это было здесь тоже такое памятное место, когда здесь проходили всегда массовые мероприятия. Вот эта часть, она не перекрыта. Почему? Потому что она находится в частных руках. В конце 90-х годов есть такой фонд реализации военно-имущества. Когда Министерство обороны, это стало ненужным абсолютно, и они, здесь был последний раз штаб войсковой части военно-транспортной авиации, но они в 2003 году отсюда ушли. И все это было брошено. И вот здесь вот, конечно, ну, как бы сказать, вот эта самая память, здесь вот как раз Гагарин познакомился со своей женой Валентины. Здесь были курсантские танцы каждую субботу. Вот здесь, значит, вообще, как бы сказать, это церковь. Это, ну, скажем так, это дымовая церковь. Была, да, в кадетском корпусе. Здесь вот все воспитанники. Вообще это промгимназия, вообще построена в 1874 году. Это первое пятииздазное здание, значит, города Оренбурга. Значит, 75-го года была промгимназия вот напротив, чтобы вы... Нет, на этом же этаже была, вернее, на этом месте была промгимназия. Но, значит, царь Александр II принял решение здесь сделать кадетский корпус. И на этом месте, где промгимназия была, они возвели буквально за полтора года это здание. Представляете, как строили? За полтора года полностью выстроили. Вот, и здесь, естественно, 75-го года продолжили работу прогимназия. До, так сказать, принятия решения царем о создании здесь второго кадетского корпуса. Первый был на Парковом, вот, там был начальником училища с 16-го года по 17-й Дутов, генерал-губернатор, он потом был, а все, наверное, наказной атаман. Вот, а здесь был последний, то есть разные начальники училища были здесь. Вот, я сейчас не помню, кто был последним. Ну, вот здесь наше училище с 27-го года. С 27-го года. Собственник известен в этой части? Да, известен. Но вчера мы вели разговор с губернатором, они здесь, ну, никто не занимался им, понимаете, и никто не хочет заниматься. И вот вчера он говорит, я вот его увидел в аэропорту, и мы с ним поговорили. Слушайте, ну так, ну сколько, ну сколько нужно лет, ну сколько, с 2012-го года мы ведем все эти разговоры, все эти встречи, вот все эти письма. Не перечесть, я вчера принес вот такой талмуд, и это не все, а последние письма. Ему, прокурору, ну в конце концов, прокурор, что нельзя было резолит перекрыть? Ну здесь надо было 500 тысяч, и есть письмо, я вам показать могу, где прокурор обещает, что перекроет. Когда это было? Это было в прошлом году. И вот, естественно, столько снега, это все не удержало. После всего этого пожара. Мало же мнение, почему правительство не может заставить эти вот эти... Да никто не занимается, есть такой министр, я вчера сказал, но это полный халат, это бездеятельность, это безобразие, это преступление. Оно идет откуда? Оно идет от Сердюкова, министра обороны, Шойгу. Это идет от Росимущества, это идет от правительства Российской Федерации. Ну мы-то взяли и это в 17-м году. Так, ну сколько, я ему вчера сказал, ну 15 раз можно было, значит, лишить его права собственности. 15 раз минимум. Ну никто не занимает. Ну есть министр, в конце концов, значит, природных ресурсов, он называется, экологии, имущественных отношений Костюченко, который имеет непосредственное отношение к продаже этого здания. Непосредственное, потому что он руководил фондом реализации военно-имущества. Я вчера сказал, что вы мне... Ну вы что думаете, я не знаю, что это делалось как. Спасибо.